Татары прирожденные торговцы. Они умны и довольно упрямы. Предприимчивость, ум и настойчивость, пожалуй, качество, помогающее продвинуться в любой карьере, включая и криминальную. Татарские ОПГ промышляют грабежами, крышеванием заказными убийствами и вымогательством, а также отмыванием денег. История российского криминального мира помнит жестокую банду Хади Такташ, просуществовавшую целых 20 лет, ОПГ Жилка и Квартал, но Татарстан породил не только известные преступные банды, но и воров законе. Рафиз Габсалямов, Гриня Казанский, родился и вырос татарский авторитет в Белебее, городе Башкортостана. За его плечами 9 судимостей по разным статьям. Кражи, разбой, хулиганство, побои, ношение незарегистрированного оружия и хранение наркотиков. Наркотические статьи появились в его биографии уже в начале нулевых. Воровскую семью его приняли в 94-м. К тому времени он уже стоял у истоков организованной группировки из Альметьевска под названием «Жулики». В 2014-м Габсалямов был задержан в последний раз. Его обвиняли в уклонении от административного надзора. После задержания в Раменском его доставили в Казань и поместили в следственный изолятор. Суд приговорил авторитета к полугодовому сроку, однако он так и не отбыл его. Калимула Бореев, дядя Коля или же Коля Татарин. Родился и вырос будущий авторитет в Пензенском области, в селе Кикино. С юных лет Калимула занялся грабежами. Вместе со своими сверстниками они сначала промышляли в родном селе, затем стали выезжать за его пределы. В начале 80-х Калимула, ставший лидером банды малолетних грабителей, познакомился с пензенскими криминальными авторитетами. В 82-м за разбой грабеж отправился в колонию на 12 лет. Вернувшись в 93-м, в родную Пензенскую область собрал свою группировку. В 98-м он был принят в воровскую семью. На тот момент Борееву было уже 46 лет. После коронации авторитет был поставлен смотрящим по Пензенской области. В том же году Калимула, после ухода лидера ОПГ Терновски, стал их куратором. Его персона не нравилась другим группировкам, Олимпии и Кузнецким. Молодые бандиты не понимали, почему они должны слушаться поставленного над ними вора в законе. Бореев пережил несколько покушений на свою жизнь. В 2003-м преступники все-таки смогли убить авторитета. Саша Шамас. Родился в Кемеровской области. Впервые был осужден в 82-м за нанесение тяжких телесных повреждений. Всерьез увлекался боксом и дружил со спортом всю свою жизнь. Терпеть не мог спиртное. Свою группировку собирал исключительно спортивных людей. Да и местные спортсмены помнят его как благотворителя, закупавшего нужный инвентарь, выделявшего деньги на поездки на соревнования и даже премии тренером. После освобождения стал положенцем по городу Березовский, согласившись на предложение вора в законе Черного. В июне 98-го был коронован, контролировал всю городскую торговлю в Березовском, полученный доходы вкладывал в свой бизнес или направлял на спонсорство. Во время войны между Кавказскими и славянскими кланами в середине 90-х и передели угольных предприятий держался в стороне. С 2003-го оперативники обложили телами всю банду Шамазова, но самого его достать не удавалось. В 2006-м дело против него все же было возбуждено. Оно рассматривалось очень долго, суд состоялся только через пять лет. Вину свою Саша Шамаз не признал, но все же отправился в колонию на 16 лет за организацию преступного сообщества. Хабибуллин Фарид Кабирович Фарид Резаный. Известный вор в законе, родился в Казани в 1948-м. С 1973-го началась его тюремная жизнь. Почти всю свою жизнь он провел в камере, лишь изредка выходя на свободу. Чаще всего его судили за воровство или же хулиганство. Был личностью, к мнению которой всегда прислушивались. Следовал воровским понятием, не имел семьи и собственности, бродяжничал. Коронован был в 1981-м. Любил читать, был очень любознательным, мог говорить почти на любые темы, вежливо со всеми общался. Вор в законе старой формации. Он был резко против покупки титула. Долгие тюремные сроки очень сильно подорвали его здоровье. Фарид Резаный умер в июне 2000-го от цирроза печени. Олег Мухаммедшин. Уроженец Казани. Первую судимость получил в 1975-м за грабеж. Далее следовали еще похожие приговоры. Всего в тюрьме Муха провел около 15 лет. В начале 90-х принадлежал к Люберецкой ОПГ. Затем перешел в Казанскую группировку. Коронован был в 1994-м с подачи Олега Шишканова. Шишкана. В 2001-м участвовал в вооруженном налете. В 2004-м был приговорен к 6 годам заключения, однако сбежал по дороге во время этапирования. Был вновь задержан в 2005-м. Позже поменял фамилию на Дегтярев. В 2019-м разразился скандал. Мухаммедшин пришел к начальнику московской полиции и принес заявление о том, что он отрекается от титула и больше не является вором в законе. Таким образом он попытался избежать преследования по новой антиворовской статье. Галеев Дмитрий Равильевич. Галей. Родился в 1974-м году, недалеко от Минска, но по национальности он тотален. Впервые сел на три года за поделку документов и хулиганства. Освободившись, примкнул к ОПГ Ларичева. После смерти лидера стал смотрящим по городу Жодин. Активно налаживал связи с бандитами из других регионов. Коронован весной 1998-го. В 2005-м перебрался по поддельным документам из Белоруссии в Самарскую область и стал смотрящим в этом регионе. Управлял местными группировками. Проявлял интерес к нефтяной промышленности. Однако Россия лишила его гражданства и ему пришлось отбыть Швецию, где авторитет занялся ресторанным бизнесом. В 2013-м Галея так и не озаботившегося официальной регистрации депортировали в Белоруссию. Его тут же арестовали и приговорили к 11 годам тюрьмы. Осянов Ильдар Мударисович или же Ильдар Уфинский. Криминальный авторитет Башкирии родился в 1964 году в Уфе. Серьезно увлекался боксом и даже стал мастером спорта. Однако в 1985-м получил первую судимость за кражу. Во время отбывания срока стал непримиримым отрицатым, нарушал распорядок и отказывался сотрудничать с администрацией тюрьмы. Всего за ним числится 8 судимостей. В целом Ильдар провел в тюрьме более 33 лет. После первого срока Осянов собрал собственную банду и занял всю северную часть Уфы. После следующего небольшого срока, освободившись, начал предпринимать попытки взять под контроль уже весь город. Он сумел подвинуть противостоящие ему группировки спортсменов и стал смотрящим по Уфе. Однако длилось это совсем недолго. И совсем не конкуренты отняли у авторитета эту должность, а собственное пристрастие к запрещенным веществам. В 2006-м на сходке Ильдара Уфимского лишили воровской короны за торговлю наркотическими веществами. Он перебрался в Тулу, купил себе там элитную квартиру и дорогостоящие автомобили. Однако в последнее время Осянов чаще всего сидит в тюрьме по наркотическим статьям, нежели пребывает на воле.